В Самаре завершились международные соревнования по информационной безопасности «Волга-Сетиф». Кто защитит вашу запись? К врачу? И почему безопасники – это физики и лирики одновременно? С победителями и организаторами пообщалась наша съемочная группа. За 8 лет истории «Волга-Сетифи» количество участников выросло в 137 раз. С 2015 соревнования по кибербезопасности в Самаре приобрели статус международных. В этом году в очном этапе, кроме российских айтишников, защищали свои системы и искали уязвимости в системах соперников специалисты из Вьетнама, Белоруссии и Австрии. Всего 16 команд. Состязания организаторы наполнили примерами из рабочей практики. Все прикладное и очень знакомое. Был уязвимый сервис медицинский, записи в больницу. Соответственно, уязвимость можно было проэксплуатировать следующим образом. Человек мог увидеть, как вы записались в больницу и, например, поменять вашу запись. Соответственно, никому не очень приятно, когда вашу запись поменяли. И в таком режиме безопасники провели два дня. В итоге третьими стали представители высшей школы экономики. Серебряную ладью получила команда «Сусла ПАС» из Новосибирского госуниверситета. Ну а золотыми защитниками информации стали специалисты и студенты МГУ. Они совершили больше всего атак и по уровню защиты тоже оказались лучшими. Но сначала не все шло гладко. Все-таки уровень участников самарских соревнований достаточно высок, отметили победители. Как минимум весь первый день была очень серьезная конкуренция. В отрыв мы шли только под конец самого первого дня. У нас был большой опыт участия в подобных соревнованиях. И все это накопленное мы использовали здесь. Они не просто айтишники. Кроме элементарной академической базы, каждый безопасник должен быть на ты с тонкостями законодательства. Быть универсальным солдатом, технарем и гуманитарием. Или, как говорят, физиком и лириком в одном лице. Нужно очень хорошо знать законодательную базу. Все знают, что такое государственная тайна. Но даже если без государственной тайны, есть персональные данные, есть конфиденциальная информация. И все это надо защищать. И, собственно, сейчас, поскольку опять же эта сфера растет, то растут не только защитники информации, но и злодеи, которые пытаются все защиты пробить и нажиться. Толковый айтишник сейчас, к сожалению, товар штучный. Именно поэтому качественные подготовки таких специалистов нужно уделять особое внимание. Это не раз подчеркивал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Задача, которую поставил глава региона, ежегодно в экономику губернии должны вливаться почти 6 тысяч профессионалов, квалификация которых не отстает от развития технологий. Анна Ивахина, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.